Ты человек, который знает закулисье топовых проектов, стартап-проектов. Неумение нанимать правильных людей на свои места – это просто ошибка, которая губит огромное количество проектов. Те ребята, которые работали только на автоворонке, ну, там вообще просто встал бизнес. Это огромная ошибка, после которой мне, например, говорят, что «Катя, твои запуски там по листу ожидания вообще не работают, да?» Реально очень круто, Маша, работа это флайм. Катя, сегодня у нас вообще горячая тема. Ты человек, который знает закулисье топовых проектов, стартап-проектов. В общем, в инфобизнесе ты такой теневой, можно сказать, кардинал, который знает изнутри, что там у них, какие у них охваты, какие у них там нюансы и ошибки. Я хочу попросить тебя сегодня честно поделиться с нами, какие ошибки допускают инфопредприниматели, чтобы другие инфопредприниматели не наступали на эти грабли. Можно без имен, пароля явок, но вдруг кого-то можно рассказать про кого-то. Смотри, мне кажется, что вообще просто ошибка номер один, которую я вижу, когда ко мне приходят, это непонимание того, что команда – это главная единица твоего масштабирования. К сожалению, я очень часто вижу, что даже расписав очень крутую стратегию, я там, не знаю, по ней сразу вижу, как мы, например, с 15 миллионов сделаем 30. Дальше нужно просто сделать. Нужны руки. И вот в этой истории получается, что непонимание того, что команда – это наш ключевой актив, ключевой ресурс, да, и неумение нанимать правильных людей на свои места – это просто ошибка, которая губит огромное количество проектов. Вообще в инфобизе, знаете, каждый проходит свой какой-то путь взросления, потому что ты должен очень быть зрелым для того, чтобы уметь нанимать сильных людей, идти за ними, где-то делегировать. То есть этот бизнес, который тебя, он взращивает, и на самом деле очень крутых результатов в инфобизе добавляются суперпроработанные ребята, которые выходят на каждый, знаете, как на уровне каждой цифры есть какие-то свои проработки. Да, вот те, кто делают пятерочку в месяц, они на одном уровне проработки, да, те, кто делают там 10-15 миллионов, они уже научились доверять, они уже научились делегировать, они научились нанимать людей. На следующем уровне там совсем другие проработки, да, но и там, и там, и там есть работа с командой, поэтому я бы сказала, что ошибка номер один – это непонимание того, что сильная команда – это твоя главная единица масштабирования, туда нужно вкладываться, да. Вторая ошибка – это, ну, полное отсутствие системы, то есть это вот эта вот неуправляемая хаотическая вечеринка. Когда мы не понимаем, кто за что отвечает, какая воронка, какие конверсии дает, какая у нас структура, кто за что отвечает, у кого из команды, какой KPI. И я бы сказала, что это тогда, когда человек, работающий над вашим проектом, не понимает своего конечного продукта. Вот что он вам нужен – это как бы не отсутствие синхронности в команде и понимание, к какой глобальной цели мы идем. Это, наверное, вторая ошибка, да, отсутствие системного понимания стратегии, да. Третью историю, которую я вижу, особенно она релевантна для тех, кто делает запуски на свою аудиторию, для тех, кто работает с теплой базой. Это абсолютный рассинхрон между аудиторией и продуктом, неумение сопоставить то, что мы предлагаем нашим подписчикам и то, что им реально нужно. Да, то есть очень часто я вижу, что люди исходят из головы, а не из реального изучения аудитории, которая уже есть, и ничего не работает. Да, на самом деле просто там изначально заложена не та стратегия в продукте. Интересная тема с аудиторией, а как можно ее изучить, если у человека, например, нет такого большого маркетингового бюджета, значит, нанять там маркетинговое агентство. Как изучить? Вот простой способ какой-нибудь. Простой способ. Даешь задание проекту, сделать анкету обратной связи. Какие фишки по анкете обратной связи? Вот честно, если даже сопоставить результаты Каздева, когда я нанимаю маркетолога, он у меня проводит кучу телефонных интервью с теми, кто купил, кто не купил. У меня есть красивая презентация на 180 слайдов из серии «Куда нам идти дальше?». Для меня в этом смысла примерно ноль. Как я работаю и на что я опираюсь? Мы отправляем анкеты обратной связи по базе наших учеников. Это анкеты, то есть, ну, она выглядит так, что, ребята, я там не знаю, сейчас работаю над новым продуктом, пожалуйста, ответьте на ряд вопросов, заполнение займет у вас 5 минут. Мы это делаем в Google презентациях, когда мы заканчиваем заполнять анкету, в конце подарок за заполнение анкеты. Ну, как бы все, мы обязательства перед клиентом закрываем сразу. Какая фишка по поводу анкеты? Это, пожалуйста, как можно больше открытых вопросов. Не предлагайте, какой бы курс из 20 возможных, которые я еще не знаю, буду ли я запускать или нет, вы бы выбрали открытые вопросы. Чего вам сейчас не хватает? На что сейчас, типа, где у вас горит сейчас больше всего, да? Если мы работаем по тому курсу, который недавно прошел, и нам нужно сделать его новый запуск, и нам с вами нужно понять, через какой инфоповод его запускать, да, мы можем посмотреть, с каким запросом люди приходили на курс, какой результат они получили, как поменялась их жизнь, да, и через эти изменения сделать контент, воронку, прогрева в блоге. Вообще, я, например, как человек, который до этого 15 лет занимался пиаром, я очень много смыслов вылавливаю из этих анкет, я оттуда вытаскиваю словоформы, потому что если у нас анкета обратной связи, которую мы заполняем, а не выбираем тестиками, там аудитория пишет своим же языком. Я потом это отдаю контент-маркетологу, чтобы он говорил с этой аудиторией на одном языке, и очень часто просто пару фраз сопоставить. Пример приводила метод Буровой, откуда родился, я его придумала не сама, оказалось, что те ребята, которые меня в наставничестве, они делают запуски по методу Буровой. Это работает точно так же, да, то есть мы спрашиваем у людей и забираем потом вот это вот, ну, словоформы в контент-воронку. Вот это прям супер вещь, и на самом деле, если вам нужно за неделю погрузиться в проект, узнать все о продукте, вообще все, мы просто делаем такую открытую анкету и смотрим, просто читаем обратную связь. То есть нам все сразу станет понятно. Знаешь, как все... Все гениальное просто. Да, все гениальное просто, реально. Да, да. Четвертая ошибка. Для меня четвертая ошибка – это неумение работать с офферами и триггерами, неумение выстраивать продающие сообщения. То есть даже если мы с вами сделали классную воронку, собрали в нее тысячи человек, у нас с вами есть по сути one shot, один оффер, одно предложение. И неумение объяснить человеку на языке контента, почему ты должен купить это именно здесь, именно сейчас, именно в этот момент. И не дать ему какие-то специальные условия – это огромная ошибка, после которой мне, например, говорят, что, Катя, твои запуски там по листву ожидания вообще не работают. Я в начале больших запусков, когда у нас есть несколько разных воронок, вообще составляю такую, я это называю, карту офферов и триггеров. Я понимаю, что как у меня, например, меняется цена и как у меня меняются бонусы. И если я, например, хочу человека закрыть сегодня на покупку, например, у меня воронка, не знаю, онлайн-диагностики, да, вот по окончанию этой диагностики, какой оффер я ему делаю, почему он должен купить это именно сегодня, именно по этой цене, и обязательно какой-то поджимающий бонус. Какой может быть это бонус? Когда я запускаю анкету обратной связи, там есть вопрос, ребята, что вам не хватает? И, как правило, прочитав 700 ответов, мне очень понятно, чего им не хватает. И вот это то, чего им не хватает, мы упаковываем в бонус. И вот эта работа системная, да, когда мы умеем изучить аудиторию, распаковать ту информацию, которую мы получили, усилив этим каждый этап запуска, это и есть как бы суть моего метода, да, в том, чтобы все работало системно. И ошибка огромная, это как раз неумение работать с продающим контентом, неумение продавать и неумение потом дожимать. Потому что после того, как у нас состоялась продажа или не состоялась продажа, что я вижу, очень многие просто бросают людей, не работают с ними дальше, не предлагают им другие продукты, не затаскивают их в другую воронку. Это, опять же, характерно больше для тех школ, которые работают бессистемно, что в рамках системы у тебя как бы уже отлаженные процессы, они у тебя в следующую вороночку подтягиваются, догреваются, то есть как бы процесс идет. Да, в рамках системы ты увидишь, что у тебя здесь сбой, там ничего с этой группой не происходит, значит, нужно куда-то ее закольцевать дальше, да. Да, да. Но это уже пятая ошибка или это еще? Четвертая. Это все еще в четвертой? Да, да, да. Слушайте, ну, в общем, Катя, для меня, да, триггеры, я, кстати, очень согласна с тобой, я обожаю тему триггеров доверительного маркетинга и понимаю, что вот просто оконцовка элементарно поста либо вызывает реакцию, либо нет, то есть это вот даже везде работает. Ну и пятая ошибка? Пятая ошибка, ты знаешь, честно, я считаю, что пятая ошибка – это не работать с теплой базой, ну, это же очевидно. На самом деле, что мы видим, да, по рынку, те ребята, которые работали только на автоворонке, ну, там вообще просто встал бизнес. И у меня очень много кейсов, ребят, которые приходили с такими запросами и учились делать запуски еще тогда при работающей автовебинарной воронке на теплую базу. И они сейчас просто с одних рельсов перешли на другую. Понятно, что в горизонте там какого-то времени подчинится трафик, мы найдем работающую связку, будет все работать, но все это время, как вот, ну, контент-маркетологи, отдел продаж, с чем они должны работать? Ну, по большому счету, здесь же вопрос работы во всех этих направлениях – это вопрос иметь человека в команде, которая отвечает за это. Да, поэтому мы возвращаемся к ошибке номер один, команда – это главная единица масштабирования. И на самом деле, мне кажется, что это вообще сейчас есть огромный, сейчас идет очень большое перераспределение рынка. Ушло огромное количество западных компаний с российского рынка, да, я сама человек, который работал в корпорациях абсолютно по западным стандартам, системам, KPI и так далее. Я пришла в инфобизнес и принесла туда очень много каких-то своих штук на рынке, очень много классных людей, которых можно доучить, очень много людей со звездными компетенциями, да, надо просто, ну, как бы научиться их выбирать, их находить. То есть ты хочешь сказать, что сейчас на рынке есть потрясающие кадры, которые для нас пока не очевидны, что это потрясающие кадры? Я бы сказала так, вот первая история, которая тоже ошибочная, ошибочно думать, что человек, у которого были классные результаты в офлайн-бизнесе, что он покажет такие же классные результаты в онлайне. То есть, условно говоря, маркетолог, который раньше был маркетологом в офлайн-магазине, он очень долго будет идти к тому, чтобы показать вам деньги в кассе сейчас. Мы не будем тратить на это наши ресурсы, у нас сейчас нет на это времени, да. Есть другая история о том, что есть огромное количество небольших онлайн-школ, которые работали на автовебинарных воронках. И пока они, они, у них горят глаза, они хотят работать, но, ну, типа, вот Инстаграм не работает, трафик там отливать невозможно, как раньше, да. И там как раз есть огромное количество экспертов, да, контент-маркетологи, очень много контент-маркетологов, которые как раз из корпораций, из компаний, которые умеют с этим работать, да. То есть, там, где у нас единица масштабирования, это контент, это работа с теплой базой, очень много людей. Ну, прям, правда. И вот в завершение, вот хочу еще раз акцентировать это внимание. То есть, контент как раз, это единица масштабирования теплой базы. Абсолютно. Ты еще сказала. Да, для меня контент, это главная единица масштабирования теплой базы. Вот просто контент, главная единица масштабирования теплой базы. Поэтому мы говорим о том, что мы изучаем смыслы, сленг, какие-то кодовые слова, и потом все это переводим. И опять же, раскадровка кейсов, это как бы один из самых продающих типов контента. Спрячем, опять же, как ты говорила, слова. Друзья, если вы не видели предыдущий ролик со всеми этими инструментами, прям вот сразу же после этого ролика, сразу же ищите предыдущий и смотрите его. Потому что мы все это рассказывали там, про эти кодовые слова и массу всяких практических фишек. И все-таки вернемся к повестке сегодняшнего дня. Мы находимся в турбулентном периоде. Ты уже говорила о том, что сейчас имеет смысл фокусироваться на определенных типах запуска, инструментах для запуска. Но все-таки, что бы ты еще подсказала, как рекомендацию предпринимателям в инфобизнесе, вот когда мы не знаем и, может быть, не знать не будем в ближайшие полгода, что будет через неделю. То есть всегда будем в какой-то степени неопределенности. Пару еще дополнительных рекомендаций от тебя. Ну, честно говоря, во-первых, мой принцип сейчас это действует по фактической погоде. Да, у нас есть план, но мы понимаем, что все очень быстро меняется. И просто менять детали плана, как пазлы. Это с одной стороны. С другой стороны, поскольку у меня все проекты, это теплый трафик в основном, это эксперты, не навязывать экспертам тот контент, который им не идет. Потому что когда у нас начинается вот эта свистопляска вокруг, поддерживающие эфиры, что в чем пользуется сейчас, это классно, это супер. Если это близко вашему эксперту, если это и есть его компетенция. Мне кажется странным, мне очень импонирует желание поддержать людей в моменте. Но понимаете, как будто инфополе работает очень интересным образом. Мы как бы множим тревогу. И мне близка и другая концепция. Мне близка концепция того, что мы фокусируемся на наших проектах. Мы продаем людям реальные действия и реальные результаты. Мы продаем им их внимание. Мы продаем им сообщество людей. То, что еще очень круто. Вот если говорить про то, что реально сейчас работает. Реально очень круто, может, работает офлайн. Вот люди приходят на офлайн, реально людям нужны люди. Все, точка. В какой форме вы до людей донесете людей, вообще в принципе не важно. Но это должен быть не онлайн, это офлайн. Вот это то, что я могу сказать абсолютно точно. Я абсолютно хочу подтвердить эту историю. У меня вообще в принципе вот этот год, получается с февраля, он стал для меня годом какого-то бешеного офлайна. То есть именно создание с легкостью, с удовольствием, создание живых событий, на которые люди с легкостью идут. И там очень интересные люди, которые, мне кажется, раньше даже не выбирали. С этим прям класс. Вот. И хочу еще подтвердить, что мне как читателю некоторых людей, действительно, когда постоянно мусолится эта тема, успокойтесь. У меня уже просто тревога от того, что серия успокаивающих эфиров. Ты с утра открываешь ленту сториз, и я такая думаю, так, что? Я что-то пропустила? Вы знаете, кстати, у меня сегодня тоже была такая штука. Я сегодня открываю Инстаграм, увидела у кого-то пост какой-то такой. Я такая, что какие-то еще новости были? Да. Я захожу в Яндекс, смотрю, нет ничего. Ну как бы. Ну вот я об этом и говорю, что просто инфополе. Давайте просто выбирать, какую новость мы тиражируем. Да, то есть, ну вот. То есть мы все еще как бы типа там узбогойся, или мы уже просто делаем. Да, 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 да. Тут мы с тобой похожи в подходе. Да, на одной волне. Огромная благодарность. Это именно то, что я хотела. Вот эти ролики прям, ну, практика, конкретное вдохновение. И понятно, что делать. Ну и последний вопрос. Вот мы рассказывали про систему и так далее. Попасть к тебе, это же дорогая история. То есть не все люди могут попасть к тебе с твоим чеком. Что делать? Ты знаешь, я скажу, наверное, так, что, во-первых, я прежде всего практик. То есть у меня есть проекты, которые за моими плечами, поэтому у меня не так много времени. Я раз... То есть ты ведешь как продюсер проекта? Да, я веду как продюсер проекта. И отсюда моя большая насмотренность. Потому что я все инструменты внедряю, проверяю и вижу в моменте рынок. Да, вот на кончиках пальцев мне это очень важно и нужно. Да, свои консалтинг у меня есть. Фоном обычно я беру один большой проект. Да, там на период 2-3 месяца для докрутки, чтобы перестроить там систему. Плюс к этому я делаю раз в 3 месяца большие групповые зум-разборы, из которых у меня потом формируется моя мастер-группа. Она называется «Горячая докрутка». Вот, собственно говоря, те, кто готов работать вместе, они заходят туда. Но я хочу сказать, что я всегда прохожу диагностику проекта. Я как бы смотрю, есть ли там база, на которой люди сделают результат. Часто бывает такое, что там нет аудит топ-5 ошибок. Если там нет ключевого ресурса этой команды, то в следующий раз. Да, ну то есть мы возвращаемся к тому, что все-таки ты уже работаешь по масштабированию. То есть уже вот там х миллионов в х миллионах. Да, да. Ну глобально аватар сейчас моего клиента – это школа с оборотом 5 миллионов, которая хочет выйти на 15. Вот это прям запрос, с которым мне кайфово работать. Вангую, скоро будет профессия докрутчик теплой базы. Такое. Прям вангую. Можно даже ставки делать. Огромная тебе благодарность. Спасибо, Маша, тебе тоже большое. Мне кажется, мы очень полезное дело сегодня сделали. И инструменты точно дадут результаты. И на все времена. Знаете, даже, друзья, если сейчас вы смотрите этот ролик, когда у нас мирные голуби летят по планете, или наша планета перешла в мир 5D, и тигры дружат с оленями, вам этот ролик все равно будет полезен. Я это точно знаю. Ладно. И да будет так. Увидимся в следующих выпусках. С вами была Мария Завенок. Счастливо.